В индустриальном районном суде начинаются слушания дела 33-летнего водителя, ДТП в результате которого погиб совершенно случайный человек, 24-летняя хабаровчанка, произошло на перекрестке улиц Павла Морозова и Радищева. Горожанка попала под колеса иномарки, когда стояла у зебры и ждала зеленого света. Чтобы перейти дорогу, на нее после столкновения с другой машиной в буквальном смысле наехала иномарка виновника. Приус нарушителя следовал по Павлу Морозову в сторону Южного и столкнулся со встречным микроавтобусом, сворачивавшим налево. Камеры зафиксировали, что Приус выехал на перекресток на желтый свет. Это привело к столкновению и последующему наезду на пешехода. Почти все прохожие отскочили в сторону, замешкалась только одна. Люди вручную приподняли машину, но это девушку не спасло. Жертвой стала бывшая жительница Райчихинска, переехавшая в Хабаровск 6 лет назад. Начальник проектно-технического отдела одной из сервисных служб в момент трагедии шла из магазина домой. Если бы эта история не закончилась уголовным делом, нарушителя бы лишили прав. Желтый сигнал светофора является тоже запрещающим сигналом светофора. И поэтому по статье 12.12 части 1 кодекса об административном правонарушении усматривается административное наказание в виде тысячи рублей. Если данное нарушение повторное, то наказание усматривается 5 тысяч, либо лишение права управления до 6 месяцев. Водитель Приуса оказался лишенным прав, страховки на машину не было. В момент ДТП мужчина был трезв. По предъявленному обвинению ему грозит до 5 лет колонии-поселения. С места происшествия Арина Солдатенкова и Андрей Алферов.